МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Хабаров спортивный на Хабаровской студии телевидения. Согласитесь, не каждый день мы в нашем любимом городе видим боксеров и боксерш из 21 страны мира. Сегодня с некоторыми из них мы познакомимся поближе. Традиционный международный мемориал Героя Советского Союза Константина Короткова впервые собрал под свои знамена и представительниц прекрасного пола. О возрасте и весе девушек говорить не принято, но здесь особый случай. Весовая категория в боксе – это еще вопрос безопасности. Поэтому для дам организаторы установили три лимита – до 51, 60 и 75 килограммов. Говорят, что девушки не дерутся. Возможно, правда, с недавних пор женский бокс входит в олимпийскую программу. Поэтому на мемориале Короткова без женских боев не обошлось. Женский бокс на Олимпиаде впервые полноценно был представлен только в 2012 году в Лондоне. С тех пор видов спорта, которые с разным успехом обходятся без слабого пола, почти не осталось. Хотя встретить мужчину, например, в художественной гимнастике или синхронном плавании на Олимпиадах не получится. Эмансипация дошла до того, что остался всего один, чисто мужской вид спорта – мотобол, да и тот неолимпийский. Мужчины к этому относятся спокойно, даже самые сильные мужчины. Женские виды есть, а вот в мужские виды женщины уже серьезно залезли. Потому что мне кажется, что им хочется все-таки показать, может быть, перетянуть одеяло на себя, сказать, что вот видите, мы не такие, как это было в древности, где женщина должна была только готовить пищу. Мы можем и бить, мы можем и быть сильными, мы можем и даже хотим привлекать к себе внимание, как к спортсменкам. Поэтому желание их вполне объяснимо. А каждый уже как хочет так и относится к тем или иным видам спорта, которым сейчас начинают заниматься женщины. Футболом тем же самым. Девушки в бокс приходят либо сразу, либо из других похожих видов спорта, например, кикбоксинга. Но есть и исключения. Чемпионка Европы, обладательница бронзовой медали Рио-де-Жанейро Анастасия Белякова пришла не из самого летнего и совсем не агрессивного вида спорта. Я раньше лыжами занималась. Лыжами? Да. Но как-то это не очень похожие виды спорта. Там подъекала и сюда пришла. Стать боксершей, конечно, пока стремятся не все девушки. Но те, кто на ринге не первый год, уже ощущают приток конкуренток. А конкуренция не мешала еще ни одному виду спорта. Как раз наоборот. Каждый день они прибавляются. Или раньше было народу меньше. А сейчас из кикбоксинга все разрешили. И все идут, очень много народу. Сейчас даже на турнире больше девушек, чем парней. Говоря о женщинах, обойти стороной тему моды никак не получается. Шлемы, перчатки – это само собой. В любительском боксе без них никак. А вот майка и шорты – это только для мужчин. Для женщин предусмотрены майка и юбка. Но дамы менять шорты на юбку не торопятся. Что ж, им виднее. Вот в юбке, если ты одеть, ты себя не чувствуешь как бы как-то наравне с мужским полом. Потому что все равно равняешься на них. Потому что они более физически развиты и более технически развиты. Я даже боюсь смотрю на мужчин, чтобы какие-то у них фишки там увидеть для себя. Все равно у меня так не получится, как у них. Ну как бы в принципе смотришь и равняешься. Юбку можно одевать. Как-то это не смотрится, мне кажется. Лучше удобнее шорты, майка. Бокс он совмест с мужским. Мне больше шорты нравятся, чем выходишь в юбках. Это уже как-то мне кажется неинтересно. И еще одна немаловажная деталь. Прежде чем упрекать девушек в том, что бить себе подобных – это некрасиво и неженственно, станьте как минимум мастером спорта по боксу. Если нет – не ваше дело. Извините меня, получать по лицу, как бы тут не каждый сможет. А вот говорить, да, это для девочек, а что в этой жизни сделал ты, чего добился ты, чтобы мне так говорить. Спорить с трехкратной чемпионкой Европы мы, конечно, не будем. Опять же, ей виднее. А вот о том, что движет теми дамами, которые решают серьезно заняться боксом, спросим. Ой, ну я вообще за мечту. Я никогда никого не отговариваю. Не говорю, что ему делать, что ему не делать. Я считаю, что у человека есть цель, и он как бы мечтает добиться ее. Я за мечту. Пусть идет, пусть делает. Получится? Хорошо, не получится. Ты хотя бы попробовал и знал, что… Ну, я попробовала, но не получилось. Не думаю, наверное, в чем-то другом получится. Это был Хабаров Спортивный на Хабаровской студии телевидения. Что ж, сегодня вы еще раз убедились в том, что если у вас есть мечта, то обязательно нужно попробовать. Так что занимайтесь спортом, мечтайте и болейте за наших. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok